Большой теннис на колясках Цурен открыл для себя в 2018 году после посещения Москвы. Уже второй год активно развивает этот паралимпийский вид спорта в Крыму. Я понял, что есть спорт и для колясочников тоже, и тем более большой теннис, так как я в здоровом состоянии тоже занимался теннисом. Я полюбил это, мне это понравилось. Я прилетел обратно вдохновленный, увидел таких активных ребят, слушать потом своим уже ребятам, говорю, а что мы сидим дома, давайте выходить, давайте заниматься спортом, это прикольно. Цурен мечтал стать детским врачом, окончил медицинское училище, затем успешно сдал экзамены в медуниверситет и стал студентом факультета педиатрии. Болезнь настигла его в 2006 году на третьем курсе. Врачи ставили диагнозы один хуже другого. Либо опухоль головного мозга, либо рассеянный склероз. Когда сказали после МРТ, что это рассеянный склероз, тогда мы, в общем, с мамой-то улыбнулись, друг на друга смотря, думаем, ну, что тут такого, склероз, как бы у каждого пожилого человека он бывает. Ну, у меня чуть-чуть раньше он. Ну, тогда мы не осознавали, насколько серьезное заболевание, и на данный момент лечения от этого заболевания нет. По словам Цурена, самым сложным временем стали последующие два года. Жизнь спортивного жизнерадостного юноши изменилась в один миг. Ему пришлось освоить инвалидную коляску и учиться жить по-новому. В этом ему помогла семья, которая поддерживала его во всех начинаниях и не дала опустить руки. Благо, была семья, были родители, которые в этом мне... Ну, были всегда рядом, которые помогали не отчаиваться, продолжают поддерживать всегда. Вот, то есть, в этом плане это очень круто. То есть, они, собственно, гордятся мной, моими достижениями. Дочь говорит в садике, когда у нее спрашивает, где работает твой папа. Папа работает в теннисе. Проект «Теннис на колясках» работает для того, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями жили полноценной жизнью, занимались спортом и развивались. Для привлечения людей устраиваются различные мастер-классы. А сам Сурен мечтает попасть на Паралимпийские игры. Но отмечает, что для этого нужно время. Ведь два года – это только начало пути. Пока мы только начинаем, ну, мечтаем быть большими, великими, в общем-то, теннисистами, которые будут представлять наш Крым, наш народ на больших сценах, в больших турнирах, в больших играх. С гордостью о Сурене отзывается его тренер. Сурен – целеустремленный, терпеливый, всегда доводит начатое до конца, никогда не останавливается на достигнутом. Любит спорт, движение, все активный, его тяжело застать на одном месте. Все, что, грубо говоря, здесь мы имеем, это его заслуги. В теплое время тренировки проходят три раза в неделю на кортах в парке имени Гагарина. А зимой из-за отсутствия оборудованного корта спортсмены вынуждены обходиться без них. Сурен мечтает, чтобы теннис на колясках в Крыму развивался на профессиональном уровне, чтобы заниматься им можно было круглый год. Султане Бакал, Эрвина Миралиев, телеканал Миллет.